Всем привет! Я сразу представлюсь. Зовут меня Александр, а ник мой в игре Кикер. Являюсь я главой одного из сильнейших игровых сообществ World of Warplanes, который носит название Squad. Игрового сообщества, потому что кланов у нас в игре так и не появилось. Ну, прежде всего я хочу сказать, что все, что будет сказано, наблюдение игрока, который провел в проекте почти уже два года. Игрока, который писал в игровые журналы World of Warplanes, помогал проводить ивенты, конкурсы, турниры, писал гайды, стояло истоков зарождения киберспорта и многого другого. Но давайте сразу перейдем к делу. С момента релиза прошло уже 5 месяцев. 5 гребаных месяцев. Что же получили игроки, если смотреть по глобальным изменениям? В патче 1.1 мы получили линейку немецких истребителей Focke-Wulf, премиумы самолеты 5 уровня, новые карты, новые достижения и медали. В целом, конечно, неплохо. В 1.2 были боевые задачи, реплеи и расширенная послебоевая статистика. За боевые задачи, конечно, огромный плюсик. Они очень полезны и нравятся целевой аудитории. Ну а в 1.3 мы получили целую ветку американских тяжелых истребителей. Целую ветку! Хотели еще две карты, но они ушли в доработку. Никто не заметил тенденцию к уменьшению вадимого контента? Что это забивание на проект и что будет в 1.4? Ну, сейчас прямо из 6 уровня тестится открыто. Что еще? Может, не доделаны и карты с прошлого патча? Если так и больше ничего, то это слово на букву П. И это явно не слово плохо. Однако только ругать разработчиков было бы некорректно. Есть несколько вещей, за которые можно поставить огромные плюсы. Например, графика стала лучше. Не на всех машинах, конечно, игра пойдет на максимальных настройках, но тем не менее. Оптимизация тоже не подкачала. Что не говоря, она за BTO и OBT была гораздо хуже. Ну и управление. Все-таки они смогли сделать хорошее управление для целевой аудитории. Вот и все. Это такие кардинальные плюсы, которые я бы хотел отметить. А теперь давайте о минусах. Прежде всего, перша не смогла в простую интересную игру. Игру, которая сможет сразу удержать пользователя. Очень многие игроки, приходя в проект, тут не задерживаются. И похожая ситуация с опытными игроками. В общем, обе эти категории бросают игру только потому, что им неинтересно. Новичков игра не цепляет, а старичкам просто приедается. Вот простые скрины по новичкам. Смотрите сами. Скрины просто с портала игры. 80% играют еще с тестов. Новичков почти нету. По опытным скрин с нашего сайта. 100 активных игроков при 700 подных заявок. И это при том, что на данный момент клан считается одним из самых активных. Почему такие цифры по ушедшим из игры, в общем-то, понятно. От патча к патчу нововведения все меньше. И они уже не могут зацепить пользователя в проекте на долгое время. Что же пошло не так и когда? Давайте смотреть. Вот, пожалуйста, очередь в игре. Большинство летает на средних уровнях. Это 5-й и 7-й. На топах от 8-го по 10-й народу просто неинтересно. С 8-го начинается реактивная эра, и разработчики не смогли ее сделать интересной. Самое забавное в том, что смысл любой игры в том, чтобы стать самым сильным, получить самый большой уровень и самый крутой шмот. А тут народ просто не хочет качать топов. Нонсенс. Да, вопрос уже давно поднимался, и похоже, решений, как завлечь сюда игроков, просто нету. А теперь давайте поговорим о геймплее. Пусть кто-то скажет, что сравнение некорректное, но я сравню самолеты с танками. Там сильное разнообразие вносит карта, ландшафт. В небе его нет. В принципе. Какой вывод? Создавайте искусственно различные ситуации в небе. Да, в этом небе. Да, новыми режимами. Однако 5 месяцев, а новых режимов у нас нет. Самое простое, что я вижу, это режим 1 на 1. Он подтолкнет людей к совершенствованию. К тому, чтобы учиться. А если еще раз в неделю проводить программ на какой-то турнир личного мастерства с мини-плюшками? Смотрите сами. Режим ангарных боев. Когда несколько самолетов можно выбирать. Нет, я конечно знаю, что это типа плагиат. Но у вас тут проект как бы еле шевелится. Ну, а теперь небольшой части игроков, которые составляют 5-10% от общего числа. Но при этом являются, наверное, самой активной частью комьюнити. Людях, которым интересно объединяться сообщество или команды. Еще перед релизом говорилось, что кланы эскадрильи будут, ну вот, почти завтра. Почти завтра растянулось почти на полгода. Я уверен, растянется еще дольше. В общем, давайте смотреть, как люди сюда вступают. Они приходят в игру. Пытаются играть, чему-то учатся. Хотят совершенствоваться. Ищут разнообразие. Идут в сообщество. Тут их учат. Летают. Тут участвуют в турнирах какое-то время. А потом... Потом все. Ничего нового и не уходят. Нахрен социализацию, правда? Она же и не интересна большинству. А тем временем, за два года, около 600 игроков ушло из проекта из-за ее отсутствия. И это только по нашему сообществу. Где кланы? Где эскадрильи? Где ГК и киберспорт? Я отвечу. В светлом будущем, в котором, наверное, нас нет и не предусмотрено. Я вижу, что делает отсутствие социализации. А ведь видением той же ГК и кланов их бы заманили довольно много народ на топ-уровне. А за ними потянулись и другие. Но нет. Важнее самолетики и карты. В карты, в которых такое же небо, как и в других, только солнышко с другого края светит. Подводя всему этому итог, я могу сказать только одно. Но, пока будут делаться ненужные большие части игроков обновления, проект не оживет. И я лично вижу только один путь к какому-то оживлению проекта. Просто завалить народ кучей всего нового. Пусть даже не идеальной готовности, пусть даже иногда лагающего или с недокрученным балансом. Васе понравится одно, а Пете другое. И они будут играть. Иногда плеваться, но играть. А иначе? Вообще лучше плеваться на что-то новое в надежде, что все поправят, чем плеваться на что-то старое, потому что оно уже надоело.